друзья всем привет с вами я любомир борода и маленький проказник джерри сегодня мы с джерри расскажем как сплести поводок из паракорда поводок в нашем случае провелся для джерри даже а вот собственно и сам поводок ну для начала я купил вот такой вот карабин какой-то тут color вот открывается таким вот образом очень удобный и мне понравилось на его такое нестандартное так сказать нестандартный вид вот и держит хорошо на пружине купил карабин потом взял регулируемый шакл которые ставлю себе на браслеты для того чтобы ручку поводка можно было прицепить можно было отцепить собственно поменять может быть на какой-то другой поводок если раньше я делал поводки из другого плетения делал такую змейку достаточно уплотненную чтобы он не растягивался чтобы он крепко держал то в этом случае для своего джерри я решил сделать вот таким плетением как я плету ланьярды у меня есть видеоролик как плести ланьярд из паракорда вот даю на него ссылочку посмотрите чтобы не учить вас заново вот ну и собственно думаю что собачка маленькой тянуть сильно не будет и сделал такого таким вот плетением вот и удивился то что оказывается держит то он очень хорошо и даже мой пёс он тянет достаточно сильно ну и собственно получился достаточно плотный классный поводок который можно делать даже для более крупных собак то есть он увидите я его тяну и он собственно выглядит прекрасно вот что нам нужно как плести я покажу совсем чуть-чуть и расскажу сколько материала я взял а подробно уже об этом плетении ну я отошлю вас к тому ролику все-таки там все подробно и понятно наверное для самых ленивых кто не захочет переходить по ссылке учиться по тому ролику я покажу как я плел основную часть нашего поводка какие какое это было плетение вот для этого нужен вот такой вот инструмент у меня он из трубы трубки от пылесоса и двух вот таких штук вот намотанной изоленты чтобы было удобно можно сделать как-нибудь и иначе главное чтобы у вас был такой вот цилиндрик с промежутком внутри вот и с такими вот креплениями вы берете паракорд из которого будете плести и хвостик паракорда которому потом будет цепляться карабин или завязываться пропускаете сюда вот вниз вот соответственно оставляете какой-то запас для того чтобы у вас была возможность сделать петлю сделать узел и прочие пироги дальше вы обматываете этот штырь вот таким образом а далее вот так как будто бы восьмерочка вас получилось далее проходите уже по кругу держите в натяжку и вот эту вот сторону нижний нижний виток как бы снимаете и закидываете сюда наверх и здесь тяните вниз вот чуть-чуть подтянули у вас получилось вот так и далее с этой стороны вы также накидываете моток на ли наверх держите в натяжку и нижний виточек снимаете и перекидываете через вас штырек и опять же снизу здесь подтягиваете получается так они уходят вниз далее опять крутите сюда нижнюю часть снимаете и перекидываете наверх подтягиваете тут перекручиваете опять нижнюю часть снимаем верхнюю держу перекидываем наверх опять крутим нижнюю часть снимаем и перекидываем опять же наверх кому удобно можете пользоваться каким-либо крючком я приспособился это делать пальцами вот в итоге у вас получается вот она плетение и так далее вы делаете 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 и получаете вот такую вот косичку а мой поводок получился длиной полтора метра можно сделать больше можно сделать меньше как рассчитать длину вот этого вот шнура таком плетение примерно рассчитываете 10 сантиметров готового шнура сплетенного поводка примерно вам надо около метра паракорда вот соответственно на полтора метра надо 15 метров паракорда но это все так округлено может быть чуть чуть меньше вот собственно с этим мы разобрались плетем и такой вот длинный шнурок ланьярд поводок а потом нам надо прицепить к нему карабин и собственную ручку вот что делал я я вам сейчас покажу тут у меня обычное плетение кобра кобра не двойная а самая стандартная собственно я растянул на длину где-то 35 сантиметров свой станок и натянул паракорд и оплел его кобры как плести кобру я даю тоже ссылочку вам вот здесь вот но под роликом его сейчас подсказка всплывет как плести обычную стандартную кобру то собственно тут нету никаких хитростей с одной стороны зацепил шакл с другой стороны зацепил там штырёчек чтобы натянуть паракорд обмотал его и все а далее вот чтобы сделать вот такую вот штуку чтобы это плотно держалась я просто сложил их 2 вместе и вот здесь вот по кругу немножечко воспользовался иглой и так сказать остатками паракорда просто прошел это здесь и зацепил еще через шакал ну чтобы это было достаточно крепко и вот тут нету какого-то специального прям супер рисунка просто иголочкой проведите так чтобы у вас это плотно держалась ну и более менее симпатично выглядело далее как я прикрепил с этой стороны с этой стороны соответственно вы знаете что при этом плетение у вас выходит только одна жила паракорда вот и для того чтобы это все-таки держала держала неплохо нам нужно какое-то усиление в регулируем шакле вот в это вот панельки собственно есть большая дырочка я провел его через нее вывел сюда завязал узел вот узел может быть разным можете бриллиантов сделать или еще какой-то вот и у вас получилось просто одинарная петля такая которая была выходила собственно вот отсюда вот далее остаток хвостик да я завел вот сюда опять же с помощью иглы обрезал его и оплавил но так как на такую петлю ну я побоялся рассчитывать потому что вроде у меня крепкий такой поводок и тут просто будет двойная петля которая еще и может от трения туда-сюда перетереться какой бы паракорд не был но если мы будем постоянно туда-сюда тереть он все равно постепенно разлохматиться размочались я просто взял маленький кусочек паракорда завел его опять же сюда вот еще раз и обычным опять же плетением кобры просто прошелся по вот этой вот нашей петли можно пройти еще дальше здесь я сделал таким образом вот и опять же тут как вам заблагорассудится можно провести до конца пройтись еще назад чтобы у вас была дабл какая-то кобра ну собственно с таким усилением тут уже судить уже два витка паракорда один оплетает 2 ну и тут соединение будет намного мощнее и она здесь уже не перетрется вот и тут она идет в два раза то есть нагрузки на одну жилу паракорда который у нас было изначально ее уже нет потому что она здесь выходит от узла и здесь держится ну а здесь собственно движила которые держат достаточно прочно вот что я сделал с другой стороны приблизительно все то же самое здесь я сделал такую же петлю вот здесь сделал узел узел вот такого плана сейчас вам покажу знаете такой один из из рыбацких когда мы просто делаем несколько витков такого вот плана да а потом сейчас более понять вот делаем несколько витков а потом просто в вот сюда просовываем все это дело и затягиваем ну что получилось у нас вот такая мощная херь вот вот такой узел вы можете в принципе перемотать поставить на паузу там понятно как его делать достаточно просто что заострять на это внимание вот здесь я сделал такую узел поставил бусинку который вот мне нравилось и для того чтобы здесь опять же не было какой-то просто петли как в этом случае чтобы ничего не перетиралась я также взял небольшой отрез просто завел его вот таким вот образом так вот пропустил нашу ту петлю оставил здесь посередине и промотал по ней обычную кобру обычную стандартную кобру вот и получилось у меня вот так вот в итоге мы имеем классный прикольный поводок для собаки собаки он очень нравится она его даже грызет как игрушку времени на все это дело у меня ушло ну максимум часа полтора собака довольно я доволен выглядит прикольно вот и собственно это я вам показал основы как можно сделать поводок если у вас есть какие-то там комментарии предложения замечания либо вопросы вы оставляете их комментариях к этому ролику ну и соответственно будем с вами разбираться если это интересно я вам покажу позже какие более мощные поводки я плел раньше и можем с вами также сплести и разобрать на примере на этом все спасибо за внимание с вами был либо мир борода подписывайтесь на канал ставьте лайки джерри скажи пока